Всем привет, ребята, меня зовут Богатий ищи Ди, и какого лешего происходит с биткоином прямо сейчас? Верите или нет, но биткоин только что достиг исторического пика, даже больше, он преодолел его! И это не кликбейт, речь идет о рыночной капитализации главной криптовалюты. Я хочу стать первым криптоканалом на русском, который это зафиксирует. 327 миллиардов долларов составляет рыночная капитализация биткоина прямо сейчас. И это означает, что биткоин достиг исторического пика 2017 года, даже преодолел его. Так почему же, спросите вы, его цена не сделала то же самое, а торгуется лишь на отметке в 17600 долларов? Честно говоря, уйти на 20 тысяч она может в любой момент, так как там совсем не осталось нормальных адекватных уровней сопротивления. Но сейчас я хочу объяснить вам, как так получилось, что цена биткоина еще не на пике, а капитализация уже побила исторический рекорд. Сначала я хочу поделиться с вами своими эмоциями, меня просто распирает изнутри. Я до сих пор, откровенно говоря, в шоке, хотя мне хотелось бы выразиться немножко нецензурнее. Помните, я продал дом за биткоин, когда он падал до 6000 долларов и даже до 3000 долларов? Как меня тогда не называли? Я еще хотел показать вам все свои сделки за тот бюджет, но остановился на второй, потому что, честно говоря, было неприятно читать этот хейт от некоторых людей. Но в любом случае, вот это видео о первой моей сделке на сумму 10 тысяч долларов или же 276 биткоина. Сейчас это почти 50 тысяч долларов и это только одна моя сделка. Мой портфель разрывается, мне просто сносит башню. Какого цвета лампу мне купить? Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях. Я просто покупал биткоин на самых больших его просадках и все. Самая простая стратегия в истории инвестирования. Нет никаких сложных схем и хитросплетений, каких-то индикаторов и прочих технических анализаторов. Я просто брал биткоин тогда, когда все его хоронили и когда тряслись в ужасе, что он скоро упадет до нуля. Я брал и покупал. Давайте так, наберем 3333 лайка под этим видео и я сделаю обзор того портфеля с продажи дома со всеми циферками прямо на этом ютуб канале. Не забудьте включить колокольчик и все уведомления, так вы точно не пропустите этот ролик. А теперь вернемся к вопросу, как же так рыночная капитализация биткоина достигла исторического пика, а цена нет. Во время крайнего исторического пика капитализация биткоина составляла 321 миллиард долларов. А сейчас она уже 327 миллиардов долларов. Причина очень простая. Как мы считаем капитализацию? Умножаем доступное предложение монет на цену одной монеты. Дело в том, что биткоин все еще имеет некоторую инфляцию. Монеты все еще добываются, хотя и халвинги сокращают эту инфляцию вдвое раз в 4 года. Именно поэтому сейчас циркуляция составляет 18 546 250 биткоинов. Но в 2017 году это было только 16,5 миллионов монет. Что на 2 миллиона меньше. За эти 3 года майнеры добавили в циркуляцию 2 миллиона биткоинов. Вот если бы их как-нибудь сжечь, тогда цена биткоина тоже достигла бы исторического пика. Сегодня воистину исторический день для биткоина. Ведь несмотря на то, что монета все еще не побила рекорд стоимости, стоимость всей сети биткоина никогда не была такой высокой, как прямо сейчас. И если честно, я думал, что 20 тысяч долларов за биткоин мы увидим где-то под конец следующего года. Но похоже, мне стоит пересмотреть свои ожидания. На этом все, увидимся завтра в новом видео. А я стал первым русским крипто-ютубером, кто зафиксировал эту значимую для биткоина и всего сообщества дату. Богатейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok